Мода и красота – понятие относительное. Сегодня весь мир отмечает День Красоты. С 1995 года, 9 сентября, в мире особенно приветствуется все, что доставляет эстетическое наслаждение. Ну, конечно же, я говорю о женщинах. Однако то, что казалось привлекательным в прошлом веке, сегодня кажется обычным или неуместным. Конечно, 8 тысяч лет до нашей эры про модные журналы никто не знал, их в принципе не было. Но, судя по найденным каменным фигуркам, можно предположить, что идеальная женщина каменного века выглядела именно так. Это полная с очень большой грудью, бедрами и животом дамочка. Если представить условия, в которых жили люди в те незапамятные времена, то такой талон вполне себя оправдывает. Упитанные женщины в такой форме способны были выживать и продолжать род. Идем дальше. Египетское общество было сексуально раскрепощенным. Красавицы обязаны были иметь широкие скульптурные плечи и мускулы. Зачем такое скрывать, наверное, думали египтяне. Наряд матери фараона мог состоять из одной набедренной повязки и сандалий. Высокая талия, при этом длинные ноги, ну и куда же без плетенных волос и подводки на глазах. Ну а дальше у нас Древняя Греция. Нагота была неотъемлемой частью древнегреческого общества. Там особо ценились красивые тылы. Женщинам не требовался пышный бюст. Есть хоть какой-нибудь, ну и ладно. А вот красивые ягодицы были на вес золота. Важный аспект древнегреческой красоты были светлая кожа, ну и, как мы видим, полнота. Ну что, в средние века понятие о красоте было очень сомнительным, согласитесь. Природная красота лица и тело считалось постыдной. Благородные дамы специально подбревали волосы на висках и на лбу, чтобы он казался более высоким и придавал им одухотворенный вид. Но я бы поспорила. Тут, наверное, выбревали все-таки, чтобы их не сожгли на костре инквизиции, потому что обаятельных девушек считали приближенными к дьяволу. Ну а в 15 веке появляется мода на женские платья с полностью открытым бюстом. Да, вот такие вот откровения. Согласно моральным устоям, открытая грудь была более допустима, чем, например, оголенные ноги. Ну что, в эпоху Возрождения понятие о красоте изменилось. Может быть, девушки и не стали прям суперкрасивыми, но обаятельными. Да, соглашусь. Бледная кожа, пышные формы, светлые волосы. Ну и остался все тот же высокий лоб. Эпоха барокко проявлялась в любви к ярко выраженной полноте. Женский идеал, как бы это сейчас жутко не казалось, но это был целлюлит. Тут же и сложные формы. Ни капли естественности в моде белила и парики. Красавицы начинают мастерить на своих головах невероятных размеров прически. Вот, кстати, на голове французской королевы Марии Антуанетты соорудили знаменитую впоследствии прическу а-ля фрегат Бель Пуль высотой 70 сантиметров. Мастера стояли на лестницах около 10 часов. Случалось и так, что голова знатной дамы была так усеяна золотом и драгоценными камнями, что ее вес превышал вес всего тела дамы. Менялись прически редко раз в месяц. В волосах заводились насекомые и даже мыши. Их привлекал запах муки, из которой готовили пудру. Но это тоже считалось, видимо, красивым. Ну что, вот к 19 веку в моду входят странные и нелепые, ненужные, я считаю, конструкции турнюры. Накладки, при помощи которых дамы-заложницы моды оттопыривали у себя сзади платье или юбку. Ну, я не думаю, что это прям похоже на красивые упругие ягодицы, но тем не менее это тоже считалось красивым. Но не только к таким мерам прибегали красотки. В начале 20 века корсет становится главным предметом в гардеробе. Хоть он и считается опасным для здоровья женщин, стягивание грудной клетки приводило к нарушениям в организме. Сердце работает неправильно, смещаются вниз печень, желудок и кишечник. Они давили на органы тазовой области и сосуды. Постоянное сдавливание бюста лишало женщин возможности кормить детей грудным молоком. Ну и в конце концов дышать в нем было невозможно. Вот она, красота, которая требует жертв. Ну и сегодняшняя из наших современец, это вот яркая представительница, любительница корсетов, это Дита Фантис. Ну там реально талия осиная. Ну мужчины тоже вот восхищаются. В течение 20-го столетия стандарты красоты неоднократно менялись. Сперва женщины демонстрировали ежесекундную готовность свалиться в обморок от истощения. Девушки стали больше походить на парней. Мальчишеская фигура, маленькая грудь. Также в моде была и стрижка Боб Каре. Затем после Первой мировой войны идеалом стала считаться крепкая, спортивная женщина, умевшая постоять за себя. Однако уже в женщинах было, тоже оставалось из мужского. Это был, ну вот мы видим, такой мужской костюм. Ну а после Второй мировой войны идеалом становится женщина с большой грудью, с широкими бедрами, ну и также вот с тонкой талией. Что-то похожее на сегодняшних красоток из Инстаграма, согласитесь. До сих пор многие смотрят и берут пример вот даже Смерлин Монро. Ну а уже в середине 60-х годов на аванс-сцену выходит Твиги. Очень худая девушка с тонкими ножками и большими глазами. Она задает новый тренд десятилетия на ненормальную худобу. Короткую стрижку и яркий макияж глаз. Анорексия стала, она являлась бичом современности. Худоба дополнялась массивной бижутерией. Ну вот мы видим такие вот дискосерьги. Ну а потом, как мы все знаем, мода пошла по кругу. Красотки пробовали все. Не было какого-то одного конкретного течения. Глянец пестрил модой. Моника Белуччи, Анжелика Джоли, Кейт Мосс. Каждая девушка равнялась и равняется на ту, что находится на обложке. Искала, может, себя вот в этих эталонах красоты. С переменчивым успехом уходят формы, кстати, 90-60-90. Полнота опять входит в моду. Но о том, на какие жертвы шли ради красоты женщины разных эпох и кого можно назвать красоткой 21 века, расскажет историк моды Анатолий Вовк. Он выходит на прямую связь со студией по скайпу. Анатолий, здравствуй. Я тебя поздравляю с этим, наверное, профессиональным праздником. И сразу такой вопрос. Кто же считается эталоном красоты, может быть, 2016 года или этого десятилетия? Может быть, это представительница Петербурга? Здравствуйте, очень приятно. Если мы с вами говорим об иконах стиля нашей необъятной страны, то, безусловно, мне бы хотелось выделить две женщины. Первая это Рината Литвинова и вторая женщина, конечно же, Евелина Хромченко. Именно их мы можем назвать иконами стиля. Но у них образы похожи, довольно похожи. Это две такие утонченные женщины. Они как бы вот и манеры, и подача совпадают как бы у них. Я бы не согласился. Дело в том, что Рината Литвинова все-таки более обращена к стилю 30-40-х годов, в то время как Евелина Хромченко придерживается современных тенденций. Хорошо. А вот на какие жертвы и ухищрения шли девушки и вот эти вот методы стать красивой? Ладно, понятно, сейчас это пластическая хирургия, фотошоп и килограммы косметики. Может быть, что-то сохранилось из тех времен, что девушки сейчас используют? Послушайте, ничего не изменилось. И хирургические операции тоже были. Правда, да, мы удаляли ребра для того, чтобы талия была меньше. Естественно, не существовало наркоза, дамам просто давали выпивать спирту. И после этого дамам удаляли ребра, так сказать, на живую. Что касается косметики, осталось то же самое. Женщины на протяжении всей истории моды, пытая себя украсивлять, использовали огромное количество пудры, огромное количество белил свинцовых. Потом, конечно же, все это отражалось на их физическом состоянии и на их здоровье. Хорошо, а вам лично какая эпоха больше нравится? Женщины какого времени, какого века, вот прям, вы можете сказать, это стильные дамочки. Это красота. Я думаю, 50-е годы 20-го века. Стиль Кристиана Диора. Ну, кстати, да, я думаю, что многие мужчины с вами согласятся. Но мы подготовились, я знаю, что вы видели мою фотографию. Скажите, пожалуйста, к какой эпохе можно меня отнести? Может быть, я не в то время родилась, и что бы мне стоило изменить? Что бы вам стоило изменить? Я бы, наверное, на вас отправил все-таки бы в 2016 год. Стиль нормкор. Вам он очень сильно пойдет. Ага, ну я также знаю, что вы видели и моих коллег, ведущих Олю Делицыну и Светлану Болматову. То есть это три разных типажа – блондинка, брюнетка и рыжая. Что вы скажете о девочках? Слушайте, блондиночку я бы отправил, конечно же, в 18-й век. Век Марии Антуанетты. Надел бы ей большой роскошный парик. С фруктами, не с фруктами, с кораблем, не с кораблем. Облачил бы ее в платье а-ля францезе. А что касается рыженькой, то, думаю, место ей самое в 90-х годах, когда царила наша Примадонна Алла Борисовна Пугачева. Ну это интересная фантазия. Но мы посмотрим, я думаю, что мы даже из этого что-нибудь придумаем. Спасибо большое, еще раз вас поздравляю с праздником. На прямой связи со студией по скайпу был историк моды Анатолий Вовк. Ну что, Петербург в императорскую Россию был одним из самых элегантных городов Европы. Моду задавали аристократы. Петербуржцы еще со временем династии Романовых внесли огромный вклад в индустрию моды и красоты. Например, князь Феликс Юсупов вместе с супругой Ириной Юсуповой, которая считалась первой красавицей Петербурга, они открыли в Париже собственный дом моды Ирфи. Он был достаточно популярен не только в России. Кстати, почти треть парижских женщин были манекенщицами того времени и работали в Париже. Ну что, наши дизайнеры времени зря не теряли. Возвращаясь к разговору с экспертом, мы обсудили с ним женские образы. Вы помните, мой и моих коллег. Вот вы узнаете. Я, Кристина Слесарь, Оля Делицына и Светлана Болмутова. Третьи пажа брюнетка, блондинка и рыжая. Ну что, давайте мы покажем вам фантазию наших дизайнеров. Вот так бы мы выглядели, по словам историка моды. Вот посмотрите, как он сказал. Я родилась в свое время, только мне, наверное, стоило бы побрить волосы, сбрить и покрасить, может быть, их в такой белый цвет. Да, очки, красная помада, море камней. На всем теле, я уверена, что это, наверное, платье в пол. Полностью из трассы, я, наверное, какая-нибудь светская львица. Вот Олечка Делицына, да, это времена Марии Антуанетты. Парик большой, в котором, я надеюсь, вот на фотографии, если представить, в Оленом парике мышей и насекомых не было. Очаровательная девушка. Вы только посмотрите, насколько ей идут вот эти все кружевные оборочки, бантики, цветочки. Прям вот и по характеру, я могу вам сказать, соответствуют. Ну и вот Светлана Болмутова, да, это 90-е, вот полностью образ Примадонны. Алла Пугачева, это тоже такой легкий беспорядок на голове рыжего цвета и вот такое платье-разлетайка черного цвета. Но я могу сказать, что у Светы Болмутовой ноги красивые, есть что показать.